В этом уроке мы познакомим вас с видами повреждения бумаги и покажем приемы их ремонта. Если листы смяты, скручены, но еще прочны, их разглаживают влажным тампоном, затем прокладывают бумагой и высушивают под прессом. Продолжение следует... Продолжение следует... В первую очередь необходимо механически очистить документ. При этом в виде работ можно использовать ластик, небольшой нож, кисточку из щетины, а также марлю. Чистку производят очень аккуратно, стараясь не повредить бумагу. Если загрязнены углы листов, воспользуйтесь резинкой. Если лист не отделен от блока, можно протереть бумагу влажным марлевым тампоном, подложив под обрабатываемый лист целлофан, чтобы влага не попала на другие листы. При разрыве листа в первую очередь аккуратно совмещают края разрыва. Для этого их немного увлажняют марлевым тампоном. Бумагу склеивают мучным или крахмальным клеем. Внимание! Никогда не склеивайте листы скотчем. Если лист разорван в той части, где напечатан текст, то его необходимо соединить с помощью специальной бумаги, к примеру, папиросной. Если же разорваны или отсутствуют поля документа и нет специальной бумаги, поле подклеивают полоской пищей или печатной бумаги, прочной, но как можно более тонкой, во избежание утолщения, по цвету, приблизительно соответствующей бумаге документа. Единичный разрыв подклеивают небольшим кусочком бумаги. Если же разрывы многочисленны, берут полоску бумаги по длине соответствующей высоте блока, а по ширине – самому большому разрыву, и заклеивают сразу всю поврежденную часть поля документа. Если не достает некоторых фрагментов листа, их необходимо восполнить. Для этого из пищи или печатной бумаги, приблизительно соответствующей по цвету и плотности, изготавливают заплату по форме, совпадающую с утраченной частью листа, а по размеру, немного превышающую ее, на миллиметр с каждой стороны. Заплату приклеивают к листу с лицевой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok